Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в инди-игрушку Reign на PS3. Мы по-прежнему играем за непонятного мальчика, который непонятно, то ли призрак, то ли с ним просто что-то произошло, но в итоге он стал невидимым и видно его только под дождем. При этом, прячась под навесами, мы можем становиться абсолютно невидимым, но теми же свойствами обладают и наши враги. Непонятные гончии и даже более крупные и серьезные монстры, которые обитают здесь, на задворках этой, я не знаю как называется, населенный пункт, но судя по всему Касабланка, либо по ощущениям что-то такое французское 50-60-х годов. Хорошо, и нам нужно найти эту девочку, что в принципе не самая такая простая задача, потому что она, такое ощущение, что просто убегает от нас. Он увидел крошечные следы. Оп. А что стало такое? В грязной воде, что ли? Похоже на то. Так, давайте как-то разбираться с этим делом. Похоже, у игры появляются новые фичи. Теперь можно не просто быть веденным под водой, но и перепачкаться. Девочка закричала изо всех сил, крик мальчика оглушил бы любого. Так, прямо вниз прыгать – это форменное самоубийство. Но их голоса были не слышны. Слова улетали, словно листья на ветру. Аккуратно. Вы знаете, такое ощущение, что она его просто вообще не видит. Не подозревает его существования. Не только потому, что он в принципе не виден, но вообще в целом. То есть даже в тех моментах, когда увидеть его можно. Мальчик спас девочку. Но девочка его не заметила. Хорошо, пойдем сюда. Он становился, видимо, каждый раз, когда наступала грязь. Даже там, где не было дождя. Это очень плохо. Я уже слышу справа какие-то шаги. Но стоило ему зайти в обычную лужу, как к нему возвращалась невидимость. Отлично. И смыли себе эту грязь. Так, из этого вывод. Грязь наступать не стоит. Хорошо. Над нами неплохой навяз, он нас спасет. Постараемся потише идти, потому что если по байке услышат, это будет не очень хорошо. Так, и втопили. Интересно, а что там справа было? Ну, да ладно. Мальчик вернулся на ту же улицу. Где был здоровенный страшный бабайка. Но там не было видно ни одной живой души. И, похоже, уже довольно давно. Блин, насколько красиво тут все сделано. Водичка эта, да? Очень круто. А вот и вон снова. Аккуратно. К счастью для него, это неуклюжие чудище, казалось, его пока не замечало. Пусть так это и остается. Вон там грязюка. А мы сюда. Так, а что же это? Он приближается. Нет? Если он нас заметит, есть ощущение, что он просто начнет ломать вообще все. А, смотри, там патефон или это граммофон. Он нашел интересную щицу. Маленький граммофон. Давайте его включим, это привлечет внимание этой бабайки. Хорошо, и пока он там, бежим вперед. Что я сделал не так? Что я сделал не так? Очень, очень плохо. Очень. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. О, я весь в грязюке. Давай. Весь, весь. Дождик спасай. Дождик. Меня видно все равно. Какая разница? Хорошо. Обычная лужа должна смыть с меня эту грязь. Но нет. Только с ног. Да ты посмотри, он же совершенно какой-то безумный. Он сейчас прошибет просто это место. Да, уходим. Уходим. Судя по всему, чудовище не могло достать его в сию минуту. А пока мы примем ванну. Отлично. Фу, было жутковато. Он выбрался из воды, смыл с себя грязь. Собор какой. Мальчик вышел к церкви. Хорошо. Надо было дверь закрыть все-таки, наверное. Так, а вот и девочка. Что она тут делает? Что за девочка вообще? Да подожди, ну. Он знал, что девочка там. Но дверь была закрыта изнутри. Плохо. Так, ну и что же мне тут делать? Как мне преодолеть это препятствие? Давайте осматриваться. Открыть. Вот эта дверь поддается. Так, хорошо. Давайте-ка мы пока закроем. Или мы не можем закрыть эту дверь? Он должен был найти дорогу. И он нашел ее. Мы пойдем это здание. О, он уже тут. Он пробился. Так, поспешим. Хорошо, я вроде не такой грязный. Орган. Так, успеет. Вы знаете, сейчас он просто, когда я заиграю на органе, прошибет. Я думаю, тут все и появится здесь. Это с одной стороны не очень хорошо, а с другой, в принципе, вполне себе неплохо. Хотя, я думаю, сейчас он ворвется в церковь с той стороны. Заиграв на органе, мы приманим его на это, после чего сможем обойти так же по улице. И все у нас получится. Не знаю, разберем. Ну, как я и знал. Очень плохо. Этот шип у него в руках. Это ключ? Мальчик знал, что выйдя из комнаты с ключом в руках, он себя выдаст. А что если использовать с этим органом? Так, тут я залезть не могу. Есть идея. Блин, какой же ты жуткий. Хорошо, валим. Твою мать. Бежим, бежим, бежим. А, блин. А, это было очень тупо. Я знаю, все. Я не смог бы тут забраться. Хорошо, так. В принципе, что-то стало понятно. То есть, ключом он меня увидит. Но если он... Хотя нет, сомневаюсь. Надо отвлечь его внимание органом. А вот что делать дальше, я пока не совсем понял. Ага, отлично. Быстро, 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 быстро. Хватаем ключ. И побежали. Он возвращается. Быстрее, быстрее, пожалуйста. Так, блин. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Открывай. Отлично. Закрывать зачем? Не надо. Так, он идет сюда. Лучше поспешить. Как мальчик не искал, девочки он не увидел. Только церковное кладбище. Мрачная игрушка, пипец вообще. А за ним стояла заброшенная фабрика. Хорошо, пойдем на фабрику. Глава вторая закончена. Что же нас ждет в третьей? На самом деле, игра просто с каждой минуты становится все лучше и лучше. Я повторюсь, игра вообще не заявлена, как хоррор, но в некоторых моментах, когда выгоняется это непонятное, становится реально жутко. Вы заслужили приз, но теперь просто мой день сделан. Отлично. Хорошо. 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 Фабрика что-то какая-то не очень такая. Жутковатая. Глава третья. Разлука. Мы еще не встретились. Какая разлука? Как бы там ни было, давайте прощаться на этом. Увидимся в следующей серии, там пройдем главу третью. Я так понимаю, это будет довольно жутковато, потому что один вид этой фабрики меня, честно говоря, уже наводит на самые мрачные мысли. Но тем не менее, что я хочу сказать по игре, она просто офигительна. Именно то, что я хотел получить вот такими вот осенними деньками в осенний период, под осеннее настроение. Тут постоянно идет дождь, тут постоянно все такое депрессивное, и что-то у меня даже есть ощущение, что добром это все не кончится. Но как бы там ни было, игрушка, по-моему, самородок. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, вступайте в группу. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»